всем приветики я уже дома отучилась как саша говорит ты какая у меня молодец перешла в пятый класс смеется надо мной у меня начался 5 модуль поэтому я в пятом классе я уже взрослая в этот раз пришли еще новенькие у нас стала большая 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 группа с 15 человек поэтому на каждого времени не хватает чтобы так знаете полноценно плодотворно позаниматься как раньше раньше у нас было 6 человек до до каждого учили так вот тут можно было и поговорить между собой подольше и прочитать можно было сейчас все так 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 и все будет сегодня тема такая очень наболевшая мне кажется для все для всех это страховки страховки россии страховки германии потому что очень много непоняток в этой теме потому что и не даже те кто живут до германии такие как я я вообще бум не бум-бум быть и в этих страховках у меня саша и он знает что мне куда мне надо что платить что не платить какая страховка лучше какая лучше и обходить стороной приватной неприватной социальной государственной я могу рассказать про россии так как я там жила да и у меня была страховка ом и омс у нас ведь это что было что нам не оплачивала связи с моей болезнью она мне оплачивала химиотерапию как баблокин и венеральбин потом допустим если лейкоциты да у меня подали вот этот вот шприц для лейкоцитов у меня входил что еще что у меня еще а золо дэнс был бесплатный там а долл я как вспомню про него так у меня же дрожь знаете все поднимается потому что для у некоторых людей на кромодолу неприносимость полная тем вообще в мозг вырубает и как это по честному как наркотиками ужасно боль вообще не проходит не знаю как у других но я не реагировал него вообще мне только рвало постоянно голова такая и более не уходили у меня очень не подходил но тем не менее страховка мне его оплачивала да у нас вот как они лежат так и лежат в россии но мне никому она не нужно потому что не подходит я у своего химиотерапевта в россии спросила зачем вообще инвалидность стоит ее делать или не стоит ее делать и мне нужно это мне дадут или не дадут она говорит да с моим диагнозом не конечно же дадут инвалидность правда они там по комиссии смотрят какая там 1 2 3 4 в этом я плохо разбирать потому что я не делаю инвалидность она говорит на стоит почему потому что некоторые препараты они будут оплачиваться страховкой бесплатно да допустим и выписывать для печенки какие-то препараты еще что-то какие-то обезболивающие и тому подобное но опять же они входят в категории определенных да вот препаратов допустим страховка оплачивает этот 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 такие-то препараты а если допустим что-то лучшее до страховку уже не оплачивать допустим противорвотные да там когда я получала химиотерапию да мне было написано рекомендации что какие противорвотные препараты обезболивающие туда подобный саша посмотрел говорит плена это все хорошо пожалуйста купим противорвотно потому что он почитал и самое лучшее что было это запран к сожалению он очень дорогой этот препарата противорвотно но очень-очень-очень хороший вот дорогой и его не везде можно было найти мои родители ездили вообще в центр города когда один раз потому что наши аптеки не было его надо было заказывать предварительно чтобы его в эту аптеку привезли поэтому не было и не приехали черт знает куда я нашла адрес и вы купили вот так привезли мне сразу дорогой вот и это страховка не оплачивает это принципе те препараты которые вы хотели бы получать до получше сожалению медицинская страховка не будет платить это также вот почему приватные до частной клиники очень много допустим термин куда-то направлении до направлении запись на узи и мрт и там подобное звонишь да и вот допустим врач стал направление себе на мрт или на узи звонишь и говоришь мне нужно туда подписаться на мрт и вам ставит дату до ждать приходится 2 недели месяц это ждать да в принципе уже не состояние дождать принципе да и что остается делать звонить в частную клинику да тебе тут же да без проблем тут же дадут потому что все свободно дадут термин на обследование приезжайте делать и платить свои деньги к сожалению страховка медицинское государство нет не оплатит потому что вам предложили государстве надо пасти на исследование обследование данной естественно вы так просто не получите это термин потому что народа там много больных и всех ставит по очереди и сразу чтоб под да приходите завтра и сделать нет к сожалению такого нет поэтому в россии я знаю так что если у вас медицинское государственное страховка она оплачивать те препараты то лечение которое входит в ее перечень стандарт да если допустим химиотерапии вы хотите не стандартную какую-то новую да там которые придумали германии или опробовали до или в америке но она к сожалению не входит список медицинской страховки вы будете сами оплачут кто вам ее не скажет ах вы это хотите да с удовольствием оплатим вам и это лечение лишь бы бы вы были до к сожалению так как мое лечение составляла два препарата как бы плотины вернут или на рубин и еще был второй вариант из пластины еще какой-то мы выбрали полегче то и страховка да они знают что эти препараты они помогают и это уже по статистике есть и это входит в перечень и лекарств которые оплачивает государство соответственно медицинская страховка оплатила что касается в германии страховки вам саша это подробнее расскажет потому что он очень в этом хорошо разбирается я вообще дум дубом да и вы можете из сашиного рассказывать сделать более правильные выводы а в 7 цельской страховки которая германии а то что у меня в россии я вам рассказала как это было со мной может у кого-то в это по-другому я не знаю а со мной это было так кто еще кажется в россии есть год и который ты получаешь когда сухого не спей на них это какие бы не знаю что ты получаешь туда тоже дополнительно деньги что-то бесплатное какое-то лекарство оба это все стандартную это только когда инвалидность получаешь или когда врач тебе выписывает рецепт да это когда помнишь мне наш терапевт прописал антибиотик да потому что легкий у меня жуткое воспаление было и она выписала у меня антибиотики хорошие антибиотики до хорошего да там класса мы выкупали сами за свои же деньги так что тут знаете если хотите получше лекарство то покупать вот допустим у меня был для костей препарат я уже говорил бандронат его в нашем городе вообще не было это только москве мы заказывали это мама через свою знакомую там и пересылали за в этом тоже большие 13000 там пачечка на 28 по моему дни до 20 по одной таблетке очень хороший препарат когда я с ним очень не знаю даем я пришла когда на химиотерапию и мне спросили какие препараты я говорю я для костей принимаю бандронат заведующий посмотрела сказала что это за препарат можно я посмотрю я показала я его не знаю этот препарат вот я говорю но это в принципе очень хороший для костей и я его я его прямо на принимала место залидронной кислоты которые они там предлагали потому что мы посчитали почитали что на тот момент в россии это самый лучший препарат который был я не знаю не буду говорить лучше не лучший в общем принимала я его именно в россии бандронат каждый месяц по одной таблетки вот до тех пор пока я приехала в германию здесь не заливают залидронную кислоту я у саша спросила а чем вообще отличается залидронная кислота что важно на одно и то же название да вот первым это разные фирмы и разный состав то есть от одной залидронной кислоты вы можете же очень большие шмырцы на иметь боли да а другой взглядом смотря какие входит в этот состав дополнительные препараты насколько чистый препарат это тоже очень зависит от этого и вы так будете на него реагировать поэтому залидроны залидронной кислоте рознь и разный фирм допустим таблетки да прикол да и бупрофен в россии я покупал и бупрофен саша один раз привез с собой из германии в слете и бупрофенов германии намного эффективнее оказался на меня чем российский я не знаю почему один на и тот же и бупрофен до 400 почему-то из германии когда саша привели привез до опачку собой на меня намного лучше действовать чем бупрофенами в которой я покупала в россии в нашей аптеке мне приходилось пару по 400 по выбрать не жалею здесь поэтому у меня вот такое мнение к этому вопросу по поводу страховки а все что касается германии саша вам расскажет сейчас я вот у нас такая вот осень зима осень плавно прирастающая в зиму дождливая уже с носа он капает вы видите вот капля капает вы чижика забрали папа наш опозорился классно я пошла джемми забирать саша вокруг садика обходил ему навстречу женщина в капюшоне вся такая закутанная потому что дождь лет не не выносили я я мы на ух в общем солнышко вытри меня каплю спасибо в общем мы девушка говорит в капюшоне здравствуйте у вас такие прекрасные дети саша стоит смотрит на нее здравствуйте и спрашивает откуда вы знаете наших детей она год ну как же так я же работаю в садике я же боюсь у вас такие прелестные дети я смотрю а я не узнал я только потом узнал что таком шоке здесь не ожидает что приду по русски что-то проходит а ты думаешь что-то говорит здравствуйте у вас такие прекрасные короче папа у нас дает я говорю у нас семейка такая что везде какие-то приключения с нами дождь такой уже прямо из ведра льет все камеру выключая потому что она вот намокнет а у нас сегодня чем у жильяки а у вас квартире газ до отопление я не знаю откуда он течет мы не замерзнем в этом году зимой саша уже включает отопление потому что на улице по ночам прохладненько вот сегодня мы стали было 9 градусов всего лишь солнышко выглядывало но у нас отопление так что мы регулировать можем ночью она включается тогда как это тут за холодно становится это мне кажется очень удобно когда саморегулирующий так раз поставил на определенной температуры если в квартире температура понижается автоматически включается и нагревает до 3 градусов и на тех красок которые вам комфортно мне кажется это замечательная система придуманная что я поняла когда меня здесь не было саша немцы экономные старше и очень экономный поэтому он до выставляла по ночам на 18 в принципе везде написано что да рекомендуют 18 градусов ночи чтобы хорошо спалось поэтому он всегда стал на 18 градусов а я дискомфорт себя чувствую в этих восемнадцать лет в честь пицца ты ничего не понимаешь если я хочу спать не и так хорошо смеется не возмущайся а теперь мне приходится на 20 доставить хотя я и сибири но я почему-то очень мир вообще мерзлячку ужасной мерзлячкой и если температура опускается да и есть я себя вот так чувствую тебя надо нажали подходит опять включает побольше все для любимой женщины что потом по ночам я подъем колобок колобок вот я замесила колобок нашли еще один новый рецепт представляете там всего лишь на все в принципе как для пельмени только заварное тесто получается мука кипяток две столовые ложки я взяла растительного масла соль и все без водки и без вот что хотим попробовать там девушка который кулинарный блогер ведет она прям их так тоненько тоненько раскатывала и у нее пузыри получать вот решили попробовать получится ли у нас и не получится вот так вот просто без водки а то водка кончается вы не думаете мы не мы не пьем водку мы только в три пушки у меня еще даже спирт стоит и какого тысяча девятьсот восемьдесят восьмого вон сам где сзади сзади заду я помню еще бабушка настойка в сср покупайте рояль девяносто шесть процентов алкоголь вот восемьдесят девятый год восемьдесят 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 девятый год и до сих пор вот это для я не знаю для чего они употребляли бабушка для настойка на черный корень зала за его и помните а у нас в россии в ссср времена мама с папой помните банки ставили так когда болели до банк на специальную палочку мама ватку нам а наматывала опускала в этот спирт или водка поджигал и банки стайлов да и пойму таки потом на спине я помню такие пятна от спирта мало осталось мы нюхали пахнет в общем у нас спиртные напитки вот в таких вот градусов больших для стряпания для когда-то живут ею ты выкидывается до когда я приехала до нас дальше давай все пересмотрим то что у меня есть все выкинем среди бы не поставить сколько бутылка мы выкинули там и ликеры всякие были какие-то коньяк не коньяк саша не пьет коньяки выкидывали что-то и шампанское как это вообще тут очень дорогой старейшая 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 тоже вино какой-то был нужен сбила до короче такой стоит все вот стоит и ничего не пьется мы стрелка когда-то в магазинах германия подается вот такие всякие всякие маленькие бутылочки прямо наборный даст с разными вкусами ну ладно ты иди чебуреки делаю а я расскажу то что пообещал да я получил уже кучу уже который день и говорю да запишите запишем стань ты меня стань ты допустим не очень было интересно тебя послушать по поводу страховок как это германии все потому что я знаю как это в россии но не знаю как это здесь до сих пор знаешь что у меня очень оповка государственная страховка и все мои лекарства это все мое лечение это бесплатно единственным и в аптеке когда выкупаем доплачивать то ты можешь если бы мало у нас денег да ты поставить могла антрак заявление написать тебе бы даже это доплачет например и допустим вот и каждый месяц я ли езжу в просьбах на лечение мне капельницы дело заливероновой кислоты да мы можем также поставить дать заявление написать и вот это вот проезд от нашего города до клиники это могло быть не бесплатно даже такси даже сопровождаешь человек моя сестренка с моей мамой ездила постоянно на такси ну ты еще пока сама а я так как я смогу пока передвигаться на своих двоих поэтому я езжу на поезде мне это не составляет пока труда и мне очень нравится здесь поезда классные силы кого курсы и 20 минут 20-30 минут и в кельне у нас очень очень быстро если они не вас тут я уже говорил если они не постуют то все вовремя приходит ничего не опаздывать меня добывает да что что-то надо с поездами да с электричками именно что там за ветра или за погоды что-то упало допустим на рельсе его не убирает а вот тогда это включают опять автобусы которые специально перевозят с этого пути меня проблемы с автобусом моим который на учебу иногда он идет из этого он опаздывает поэтому но по полу транспорта я не жалость мне нравится не надо стоять мерзнуть вообще погода тут классно даже зимой кто-то эти многие жалуются что в германии очень дождливо пасмурно вот этого циррость а я как вспомнил шесть месяцев практически снега с лякоть и грязи это как-то я вообще очень люблю эту страну мне очень она подходит мне нравится и по своему климату я здесь чувствую очень себя комфортно эти проблемы проблемы с акклиматизации многие имеют проблемы когда переезжают другую страну другое место акклиматизировать не могут очень сильно а для меня наоборот для моих легких так как у меня проблемы да с легкими метастазы наоборот вот этот влажный воздух намного для меня лучше чем вот я не знаю с чем тут миссии миссии дальше я пойду иди свои видео скажи свое слово которое саша вам расскажет то что он знает да то что я всем это с чем он жил с чем сталкивался ничего не выдумано ничего не придумал потому что в этом мы живем поэтому мы ничего не можем придумать потому что мы с этим я столкнулась государственная здесь страховка я на государственной на технику и как у меня даты к дети через тебя тоже застрахованы дадите через меня на шалерами который будет дочку она тоже на техниках она будет самая лучшая страховка которым ну а ну это там и дело есть разные страховкой государственной компанию себе может разного того одной чуть меньше процентов вместе работаешь до половины все даже работодатель платит до половины ты на 15 9 процентов на половину ты несешь с твоей получки на половину он хочет за тебя в общем саша сейчас расскажет объяснить как это что же как про страховки все про страховки германии как она есть так я чуть расскажу как тут здравоохранение работает в германии у нас есть две страховки на 1 государственная газет своих экран композицировать от ее есть много компаний а также есть и частное приватное и принципе хоть человек который приезжает сюда во первых ему нужна прописка вы на вмж даже приезжаете сучая успевала что делаете даже прописывать с это пропиской вы идете и каждый у нас по закону должен иметь страховку вы идете страховую компанию показываете прописку на и вы сразу получаете государственную страховку какую вы компанию в тот момент идете да это это выбор ваш принципе вы можете у нас столько компаний государственных которые для как техника кассы и как обама и так далее чем они различаются как я уже сейчас сказал мне чуть побольше процентов до заработка снимается это в принципе 15 процентов а вы половине всегда работодатель будет а вторую половину с вас вашего заработка снимается в чем они еще различаются 1 страховая компания может тамаш вы можете например как как я знаю дака там они предлагают что для детей очень хорошая фамильярная дании там например и прививки всем бесплатные да там еще много других других например там может на обсмотр головы да ног один раз год например сходить да и так и так далее вот в этом они только различаются а а так в принципе нам и штандартная медицина как у каждого человека 85 процентов людей именно застрахованы именно в этом в этих страховках государственность государственных компаний это не имеет значение он с какой страны оплачивать то именно по штандартному лечению да то что считается правильным и вынужденным для лечения да не все само собой не все таблетки может вам страховка до который может даже лучше но что вы считаете это лучше вам тогда их выпишет вы их сами должны быть потому что страховка государственная это не будет откуда я это знаю я часто с этим встречался как я в частной страховке и на были такие случая что врач мне хотел какие-то таблетки выписать да а вы не можете потому что это метро там он же приват частной страховки я все могу это оплачивать на частные страховки это чуть-чуть по-другому в йодне каждый может попасть там карте если не ошибаюсь нормальная рабочий может только есть у его выше 63000 дохода за год тогда он может переходить в частную а или так как я на что я уже в частной страховки например да я попал потому что если по своему бизнесу да я мог решать или государственную или частных пока вы молодые на не работаете как как своего бизнес имеете да и заработок у вас нормально это для вас все не правда вы даже получать плюс пункт проблема начинается с частные чтобы из ее есть один из попали ее так быстро не выйдет государственную в частном попали это легко назад это совсем по-другому чтобы до этого есть только способы до 55 лет вы вообще можете выйти после этого вообще он приходится в частной оставаться да и только есть пару выходов на это вам надо бизнес закрыть и устроиться на нормальную работу тогда у вас возможность есть или вас ребенок в частное что ребенок тоже может назад уйти в государстве это он кажется пока он не работает он всегда может моя большая дочь она тоже была в частной а потом передумано было да и ушла тоже государстве в чем различаются как я уже объяснил до государственных страховках именно все по стандарту частных это как вы страхуете свою но при машине или в другую страховку вы смотрите там разные тарифы в одном например это простой тариф на базис тариф как тут он называть он на одном на одном же уровне по здоровью одно и то что государство уплачивает другой потом разные тарифы других есть еще что у вас добавить дополняется да тем сумма с каким возрастом вы его ее заходите тем меньше сумму потому что вы упустите пока как говорят болячки начинаются там когда вы старее становитесь и вы уплачиваете именно по тарифу выбирайте для себя тариф но он может если в базис тариф но чем меньше там а например вы скажете а насчет зубов только 50 процентов не будет оплачиваться если в зубном упаду или 100 это разные тарифы и тема не сумма или вы хотите только чтобы шеф врач обслуживал да в больнице например когда вы лежите для однокомнатную да есть тарифы как у меня да где все сто процентов ну я уже нет на было когда я в частных упал 25 лет из-за этого все берутся там все хочется также есть тарифы по-другому да там что сперва надо идти вообще-то в частных во многих тарифах что мне не надо дать терапевт уходить а вы можете сделать что вы себя терапевту например ну так хаоса пойдете и он вам потом направление только другому нас если вы сами пойдете только хочется 70 процентов если вы старт карат терапевту пойдете а потом по направлению то дома всего сейчас на уплачивать в базис тариф на этот очень факт что там тоже немного выходов есть до что возможность есть принципе вам всегда если в частной страховке и приходите к врачу никто не знает в каком вы тарифе врач только знает вы ему будет я частный пациент на все больше над вас ничего не знать он с того выходит он не знает что вам оплачивать чтобы потому что это каждый но это какой тариф и чего оплачивается дал по 50 процентов он вам таблетки выходит у меня только например берет арте 85 процентов таблетки остальное сам доплачу если сто процентов функционирует это так он не знает из-за этого вы должны тот момент разбираться что вы хотите он вам может вот такой счет наставить и а вы должны знать свои страховки что оплачивается что не оплачивается но для обследования или хельсмиттель или еще что-то на хельсмиттель это костыли некоторых это страховках частных все оплачивается некоторых стоит вы так заключили тариф до что там только 50 пациентов берется или 80 также насчет очков на есть молочки нужны да там есть где только 150 уровне два года плод то есть я не бесконечно также насчет зубов есть где они 70 процентов имплантаты берут до есть 100 все зависит по сумме которую вы заместите имплантаты и вы это должны сами знать врач это не может но он вам всегда если вы частный пациент вы приходите и вам дают принципе говорят вот так и так он частный пациент и врач вам все и долбит в принципе счет пишет но так как это у частных пациентов это одно и то же что вы как будто придете врачу и скажете я сам хочу другой страны приедете как он врачу и скажет я сам хочу точно так же честно вы его в этом случае должны сами знать что вашу что потом они получилось так что вы взяли все обследование сделали вам приходит счет на 3 на три тысячи например на а ваша за это обследование например или за этим медицинами за таблетки да вы взяли например у меня шеф артс меня только в больнице это значит вы посылаете потому что частному пациенту приходит своя свой счет надо врач принципе счет вам на дом счет и вы его должны оплатить ему не разница он отдает 30 дней и вы его должны оплатить некоторые 14 дней а вы отсылаете сами ваши счета на страховку из чего страховка уходит то есть если это по тарифу и вы все прошли по тарифу она вам вот если что-то там больше она только уходит например 50 процентов от мртс скажем так или от карты на или от имплантата от зуба или остальное она вам эту сумму возвращается это остальное вы сами так что вы остаетесь на этой сумме так что вы постоянно должны знать частного пациента до врач это не может знать и вы в принципе должны знать что он оплачивает за вашим тарифе что вы сами уже в этом знать что вы сами чуть-чуть очень трудно чуть закручена на а в государстве на это так вы никакие бумаги даже до последований не получите от врача это присылается от врача к врачу если частный пациент все получает на руки на выходит из кт ему сразу через час выдают на руки меня иногда через пол часа хорошо верит подождать это а государственные которые компания за страховым он получает этот потом пересылается который врач направил ему этого врачу присылается который вас например радиологу направил еще кому-то там и вы так это что принципе только видит это есть у вас потом тот который врач направил вам надо ты его на терапевт вас направил ваш холстат в этого получаете чтобы операцию или больницы он дает вам письмо с этими всеми и посылает вас туда у частного пациента всегда дается двух экземпляр в то же время выдается и вы идете вы можете это своему врачу даже отдать который ваш лечащий врач вам никто это не говорит это ваш вы потому что сами за себя отвечать да из-за этого этот частного а в государственное врач вас обследовал идет этот счет в ту компанию которой мы пришли и показали что вы все вы даже не знаете сколько это стоит если единственное как я уже сказал государственной страховки так что вам врач скажет мы можем это сделать оба страховка это не в пользу но там еще есть случай есть это вынуждено и врач считает это он напишет сам страховку письмо и объяснить почему именно эта медицина нужно и страхов ночная компания может в этом момент сказать да это ясно из-за этого мы это берем костами потом только он вам это это всегда объяснение должно от врача почему такая медицина для экологии нужно еще одна разница в частных и государственных пациентах что да если я позвоню я получу завтра если тот же момент лена к этому врачу позвонит и у ей ничего окутно вот в этом и дело ничего окутного не то что она не мог что на сегодня не завтра из-за этого умрет и дадут термин через месяц да может до этого выздороветь вас глаз уже будет видеть об этом так в чем проблема в этой системе что врач от государственной страховки на получает себя вас одну сумму за квартал на получает он для каждого пациента там столько и столько немного на из только за как сказать столько пациентов он может за квартал который оплачивается вообще от страховок если вы второй раз к нему придет и третий раз придете он за востоком единственно сумму больше если вы прием повторный перед и так далее он всегда единственница из-за этого на врачи невыгодно но они это должны они это делают только они стараются так раскидывать это до пациентов чтобы на квартал на другое есть это не окутное заболевание на так как я например день и сейчас позвонил да насчет это тогда когда мы приехала я позвонил онкологу да хоть у нас государственную рисколог и через два дня у вас там потому что это окутно сейчас когда я звоню да именно это просто на обследование на повторное это ничего не горит она свою терапию получает из-за этого что мне говорят у нас на следующем месяце тогда это я считаю это так одним словом сказать если вы у вас не заболевание что вы завтра или послезавтра умрете это не беда так врачи это видят а другое я скажу даже в государстве они вас с того света если приходит к тому и я это могу сказать я часто встречался недавно со своей мамой да и они все возможное вы получите тоже есть это по-честному за вашу жизнь на тот момент это и даже я знаю и также окутная да есть много сломали вы придете вас даже через два часа прооперировать это все даже вот недавно знакомая до связку по его даже не думала пришла к врачу и и послали в больницу на и через она тоже государственной страховки и через сама испугалась через два часа ее уже просверлил и три дня позже на лучше так что есть я слышу такие кто-то может хочет из блогеров специально да потому что такое улучшить это в это само собой если я вам сейчас тут расскажу вот все плохо и так далее страховки ничего не оплачивают и я умираю тогда это мне кажется у меня больше подписчиков будет потому что этот скандал потому что это лучше и как такое можно пока это неправда это я всегда часто считаю да и многие блогер передают это неверно на то что в германии по частным системам я с этим встречался я знаю как две страховки работают да и в той той я сам был когда-то в государственной и как сейчас дети мои тоже государственная и я не знаю каждый получает свое лечение да только да я скажу иногда связывайся с проблемами да с которым ты и они везде есть и где ты само собой должен тоже свой язык уметь разговаривать и чуть-чуть тоже понимать чуть-чуть твою саму болезнь да и что ты я каждый врач спрашивает до каких я врачей у вас вопросы есть так далее да да есть само собой как вы в каждой степени и плохие врачи но не то что я слышу это как будто я иногда если некоторых я на смотрят блогеров и я это слышу она я надо думаю я в другой германии где-то еще на свете есть другая германия про которую я чего-то не знаю потому что настолько неправдивая информация и в принципе не сходится даже это видно человек который что-то рассказываем да что он сам даже не встречался потому что это не может быть на или у людей плохие знания языка что они в этом очень разбирается для этого у нас есть очень также помощь да у нас есть даже в онкологии да как многие правильно мне даже советуют даже дочь крепсельфы где можно информации взять также можно как я уже говорил и брус центру где я считаю если онкологии там не помогут тут нет тогда гармонии на всех есть свои возможности и я знаю не кто тут как слышишь да что кого-то смотря по какому-то статусу приема смотря почему-то все большая дурость все 85 процентов людей здесь затрахованы государственные точно такой же как и приезжащий скажи все никакой разницы нет и все никакой разницы нет они одинаковые всем не цены получают из этого это неправдивая информация и если по-честному вам медицина нужна то вы ее получите если у вас царапинка а его придет никто вас не будет не ожидайте что вам получите или скажете у меня сегодня тут бог только чуть заболел все врач решает по-честному еле ползете и вам плохо идет или вы гуляете из картинок я тут решила врачу сходить на то вы тогда вам подождать хоть я знаю даже и государственной страховки вы придете к врачу но по направлению он вам даже скажет ну вам дочь подождать обоялась такие случаи тоже есть имеет значение так что все люди которые стараются кому-то верить да я не хочу ничего хвалить германии точно такие же мне кажется как в россии как других странах есть часть проблемами но везде есть что можно свое лечение вы всегда получите и у вас есть точно так же я могу 6 онкологов сменить и послушать только об мы это хотим слышать потому что многих людей видать представление о болезни о своей чуть-чуть по-другому это а вот то что у нас именно такая система германии да кто-то никого и не имеется назначение с какой вы страны по какому штатусу приехали кто вы такие и никого даже написать у нас только по закону как где он каждый должен страховка и она для всех одинаково только как я объясню в компании различаются там каким-то пример а так все для каждого жителя тут германии здесь может кому-то информация помог тут кто-то лепит чебурек джимми че там пишешь а чебуреки чебуреки у нас получается не знаю вкусно не вкусно но это мы потом определим это еще тупо варм да еще у меня было я нашла у тебя с такими краями получается чебуреки я даже у себя не знаю чем я все нашла все что мне надо я нашла знаете секрет раскрою я тут где-то видела в одном блоге что чтобы сочнее были чебуреки беляшики добавляет лук но при этом деле того на две части одну режу режу даже сырой кубиками да а вторую часть половинку обжаривать на масле и добавляет фарш и говорят вкуснее не знали об этом я нет нет а я вот узнала и решила попробовать и еще ваш я добавила вот этого девочка которая вот эти чебуреки делала она добавляет воду немножко чтобы начинка была сочнее как а сейчас мы передаем всем большой приветик спасибо что вы с нами сегодня выходной мне завтра на учебу дети мои и папа отдыхает а я на учебу три дня у меня еще немецкий язык а потом я тоже ухожу на каникулу но на майка мэри джейны мне задали кучу кучу учебы мэри джейн там уже сегодня сделала да вот а у мамки там у нас есть портал дочку и нам сказали что на каникулах вы можете это не обязательно но по своему желанию намекнули вы можете позаниматься и будет немножко умнее не знаю как у меня получится не получится но я вот такой немножко немножко и так всем целую всех обнимаю спасибо что вы с вами всем пока до новых встреч